Никаких серьезных проблем, тяжких и особо тяжких, правонарушений не зарегистрировано. Все прошло цивилизованно и спокойно. На совещании также обсудили предварительные итоги работы промышленности, строительной отрасли и АПК в 2014 году. По словам министра экономического развития, прогнозы относительно развития промышленности сбылись. Мы изначально года прогнозировали показатель 104, но в принципе его, я думаю, что выдержан. Я думаю, что есть даже предпосылки, что он будет больше. В 2014 году, как я еще сказал, наращиваем объем производства, выпуском конкурентоспособной продукции, освоением новых производств. В частности, были запущены новые линейки продуктовые, машиностроения, это зерно-оборочный комбайн, автоприцепы, танк-контейнеры. В электротехнике это программно-технический комплекс определения места повреждения воздушных линий, серии терминалов Брестлера. Это комплекс системы управления диагностикой для электропоездов, автоматизированной системы контроля, блок управления вагометронов, судовые электрораспределительные устройства электропарадного завода, силовые пускозащитные аппараты для судовых электроэнергетических систем в НИР «Прогресс». Кроме того, обеспечен хороший задел на 2015 год. Подписаны соглашения и контракт, в результате которых объем выпуска продукции должен увеличиться на 13%, а количество рабочих мест на 15 тысяч. Неплохим минувший год был для строительной отрасли. Только в столице Чуваши введено в эксплуатацию свыше 300 тысяч квадратных метров жилья. Это абсолютный рекорд. В целом по республике построены почти 900 тысяч квадратных метров. План выполнен на 103%. Причем половина всего вводимого жилья эконом-класса. С помощью господдержки на сумму свыше 3,5 миллиардов рублей улучшили жилищные условия 11,5 тысяч человек. Все программы в этой области сохранят свое действие. Прогноз цен стоимости одного квадратного метра ваш какой? Я думаю, что в 2015 году в среднем прогноз составит порядка 43-44 тысяч рублей за квадратный метр. Это на коммерческом рынке жилья. По госпрограммам? По госпрограммам у нас, как я уже отметил, это в рамках госпрограммы развития для российской семьи. Цена за один квадратный метр по жилью эконом-класса не будет превышать 30 тысяч рублей. По всем остальным программам это 29,185. 29 тысяч 185 рублей. То есть за 30 тысяч мы не выходим. Сельхоз товаропроизводители Чуваши вышли на цифру в 35 миллиардов рублей. Во столько оценивается произведенная в 2014 году продукция. Практически по всем направлениям отмечен рост, за исключением отдельных видов переработки. На совещании обсудили закупочные и розничные цены на молоко. Глава Чуваша Михаил Игнатьев поручил Минсельхозу и Минэкономразвития поддерживать постоянный контакт с производителями и продавцами, чтобы интересы одних не причиняли ущерба интересам других и ни в коем случае не били по карману покупателя.